усим добрый день я с украины вы на канале голубика днепро сегодня хочу рассказать о следующей обработке своей голубики борной кислотой значит голубика наша активно зацвела то есть идет активное цветение жужжат очень сильно пчелы вот и как раз в этот период времени я провожу одну единственную обработку борной кислотой зачем мне это нужно мы уже с вами разговаривали о том что есть различные макроэлементы микроэлементы макроэлементы я всегда напоминаю это азот фосфор калий про них мы уже рассказывали и есть микроэлементы к ним относятся бор железо марганец и другие и вот зачем же нужен бор для развития растений он участвует в различных процессах его жизнедеятельности во первых бор отвечает за фотосинтез то есть участвует в этом фотосинтезе влияет на развитие корневой но сама одно из популярных его скажем так не влияние больше всего бор нужен при цветении растений во первых благодаря тому что бор присутствует в растении или определенная микро его концентрация помогает чтобы цветы были если это декоративные цветы чтобы цветы были красивые если цветет наше растение пусть это клубника малина голубика то не будет пустоцветов если бор находится в растении то повышается урожайность большая завязываемость и прорастание именно пыльцы на пестике то есть вот бор участвуют в таких вот процессах поэтому я свою обработку борной кислотой произвожу именно во время цветения можно бором обрабатывать несколько раз есть на фазе формирования бутона на фазе цветения на фазе уже спелой ягоды но во всем нужна мера я пользуюсь не только макроэлементами у меня в моих обработках то что я рассказываю подкормках есть комплексное удобрение состав любого комплексного удобрения обязательно входит бор поэтому всегда нужно учитывать что не надо перебарщивать ни с какими подкормками ни с какими обработками в составе флоровита которым я подкармливаю есть бор в составе волшебной смеси это жидкое жидкое комплексное удобрение тоже присутствует бор поэтому обработочку я сделать только один раз опять напоминаю что все обработки и делаю во второй половине дня когда немножечко спадет солнце по влажной земле то есть ваши кусты должны быть пролитые не по сухому и обработка борной кислоты у меня будет проходить только по листу никаких под корень а по листу это будет скажем так не концентрированная обработка буду слегка проходить по листьям по цветам такую же обработку я сделал не только по голубике но и по клубнике и по малине для того чтобы увеличить урожайность своих кустов бор помогает не только в опыление голубики и и плодообразование но также является еще антисептиком то есть он профилактически работает с различными вариантами гнили и борется на растение с фитофторой поэтому обрабатывать можно ним не только голубику но и помидорчики вот на стадии цветения можно опять же это повысит урожайность помидорчиков больше завязей будет и профилактика фитофторы но это не значит что нужно бежать и сразу каждый раз еще раз повторяю я провожу обработку бором только один раз какую концентрацию я использую у меня аптечная покупая его в аптеке в виде порошка упаковка 10 из 10 10 грамм туда входит вот такую бурную кислоту я приобретаю здесь 10 грамм идет упаковочке концентрация бурной кислоты должна быть 5 грамм на 10 литров то есть я открываю эту упаковку делю упаковку порошок на две части и делаю свой раствор особенность там приготовления бурной кислоты бурная кислота не растворяется в воде комнатной температуре поэтому нужно взять воду которая скажем не тепло ближе к горячей в небольшом количестве воды я растворяете 5 грамм бурной кислоты в небольшом количестве как я сказал и потом уже довожу до 10 литров и потом опрыскиванием по листу опять же как я уже сказала в вечернее время я буду обрабатывать еще бурная кислота является не только антисептиком но и инститцидом для меня сложное слово вот то есть она борется с вредными насекомыми иногда на нашей голубики очень часто поселяются муравьи которые устарует устраивает муравейник но про гонять полностью с участка хищников муравьи муравьев не нужно поэтому нужно только переселить их от голубики в другое место потому что они съедают очень большой уничтожает большое количество всевозможных гусениц и других вредителей поэтому они нужны на нашем участке но они не нужны именно в голубике поэтому можно бороться с муравьями можно бороться в домашних условиях если кого-то раньше я помню в детстве всегда раскладывали порошок борной кислоты ну это скажем так не для этого видео с тараканами с пруссаками тараканами боролись вот сейчас я буквально немножко замолчу и вы послушайте какое жужжание насколько сейчас работают пчелы очень большое количество пчел пролетает и вот чтобы не навредить это же своим пчелкам опять же не только кусты по листу я буду обрабатывать вечером но и когда пчела улетит то есть это после 6 вечера уже спать потому что я не хочу чтобы вред получила моя пчелка поэтому мне нужно чтобы они днем летали опыляли а вечером я обработаю подкормлю свою голубику по цвету и вот точно так же я пройдусь на стадии бутонизации на своей ежевике то есть ежевика обработаю это тоже будет обработка от вредных насекомых профилактика то есть на вот такой стадии можно обработать ежевику потому что я сделаю большое количество раствора то есть 10 литров и у меня она пойдет и на голубику и на ежевику и на малину но малину я все-таки предпочитаю обрабатывать так как я уже сказал что я буду обрабатывать только один раз когда малина начнет цвести поэтому малину я чуть-чуть обработаю попозже а сейчас у меня будет обработка моей голубики и клубники потому что клубника сейчас активно цветет еще на что влияет сам бор если это декоративный цветок то цветок станет красивее иногда бывают искривление цветка вот сейчас покажу как может проявляться недостаток бора у меня сейчас активно цветет пион вот красиво тут тоже как я рассказывала просто масса сейчас покажу главное чтобы они меня не покусали там в цветах такое количество пчелок прилетело вот эти пчелки опыляют мой пиончик потом перелетают на мою голубику то есть пион мне помогает в опыление голубики и вот было подмерзание или недостаток не не бора еще проявляется вот понятно что пионы я не обрабатываю как бы у меня не хватает время и вот где недоразвитый какой-то цветочек какой-то недостаток вот это проявляется именно недостаток бора вон цветок он уже отсвел но все равно лепестки у него были корявые кожаные неправильной формы вот таким образом еще проявляется недостаток бора поэтому и опять же предупреждаю говорю что ни в чем не нужно перебарщивать не нужно бежать и несколько раз обрабатывать свои растения одного раза будет достаточно потому что мы с вами будем еще подкармливать комплексными удобрениями вот еще как можно определить недостаток бора вот сейчас у меня закладывается цветочная почка цветочная почка которая осенью заложилась уже активно цветет а та которая заложилась весной только-только формируется и вот сейчас идет холодной ночи немножко обветривания усыхания и вот слабо формируются эти вот цветочки это тоже недостаток бора это проявление как можно заметить это то что у вас именно макушечное цветение вот задерживается либо плохо формируется как всегда как всегда снимаю свое видео чуть-чуть заранее у нас впереди выходные поэтому чтобы вы успели приобрести борную кислоту чтобы вы успели обработать у нас начались хорошие денечки дожди не ожидаются поэтому поливаем свою голубику обрабатываем следующая подкормка у нас будет между подкормками меня уточняли как я подкармливаю каждых две недели это на протяжении весны с апреля до середины июня я проведу получается у меня четыре подкормки первая подкормка у меня была сульфатом аммония вторая подкормка была комплексным удобрением флоровит 3 подкормка у меня ожидается сульфат аммония вместе с сульфатом калия и четвертое будет у меня опять флоровитом а вот между этими подкормками у меня я пройдусь обязательно по цветущей голубики то есть я хочу насытить свою голубику бором вот по обработкам я уже рассказывала что у меня уже было две обработки первая была железным купоросом для того чтобы задержать их вегетацию растений на возвратные заморозки 2 у меня была профилактическая медсодержащими препаратами и вот теперь когда моя голубика цветет я буду проводить уже третью обработку профилактическую можно сказать последнюю перед плодоношением потому что я уже буду ждать период распада всего у меня будет обработка от вредителей листа грызущих цвета грызущих плода грызущих в общем рамсе возможных профилактическая будет от вредителей и еще одна обработка уже от грибковых заболеваем заболеваний и так как у нас уже начинается жара то скажем грибковые заболевания на время успокоиться но споры все равно остаются влажность мы поддерживаем под голубикой поэтому нужно побороться и подготовиться сделать профилактику от антракноза ну а сегодня у меня наверное все я думаю что показывать как я буду готовить борную кислоту я не буду тут все понятно берем небольшое количество теплой воды делим пакетик пополам разводим в теплой воде и потом эту концентрированную смесь вливаем в 10 литров потом эти 10 литров мы разливаем свой опрыскиватель и проходимся в небольшом количестве буквально я еду опрыскиваю дни по корневой а именно по листовому аппарату по цветам борная кислота будет впитываться в растение то есть здесь не надо контактное действие куда попадет бор впитается то есть растение его поглотит и распределить его по всем веткам и заберется себе в корень поэтому сильно обливать растения вам не нужно все всем хорошего дня вы были на канале голубика днепр до новых видео рекомендаций